так едем друзья по вызову сейчас посмотрим холодильник я так понял двухкомпрессор и стену нижней морозильной камерой ноуфрост по словам сейчас посмотрим стоит его ремонтировать не стоит холодник старый я думаю ему больше 20 лет получается рентабельно не рентабельно по словам владельца неисправен компрессор ему ставили новый компрессор полгода поработал вот и перестал работать сейчас посмотрим как дом 63 алло а я звоню нет сама не отвечает никто давайте посмотрим ну нет все таки бывает работает нормально вверх работает нормально но нам надо его как-то это отодвинуть давайте отодвинем так на двенадцатом с к динатку так на двенадцатом с к динатку ну ладно давай честно посмотрим это нет не прожить не надо давайте не будем пока выводы делать что случилось посмотрим наверняка знаете а чё ты крышки тут ничего никак не поставил не было не знаю я тут так ну вот тут от собачил контур вот не нужно это было делать вот он контур обогрева передней кромки ну вот я вижу к чертям на 20 на 3 без дела говорят все каждый мастер приезжает и хает тех кто до него делал так смотрим что у нас здесь одна обмотка так у нас 20 ом а так у нас 12 рабочие 20 и 12 да нет он это может принимать межвитковый пробой ее не определить я смысле короткого замкания нет обрыва нет сегодня мы выявили пока пока только это выявили сейчас мы посмотрим чего у нас здесь сопротивление так муку нормальный рабочий это тепловая защита у вас накрылась 0 показывает ничего посмотрим а он приносил свою релюшку меня бесполезно тоже самое у него получал вот это вот пусковой это нормально проверяем еще раз проверим чтоб вопросов не было так здесь у нас получается работает здесь это рабочие это на Смотрим. Нет, у него межвитковый пробой, похоже, компрессор не запускается, у вас вот эта штука сгорела, из-за того, что он то и дело выключался, ну, он втучится, не запускается, перегревается, выключается, значит, компрессор навернулся, скорее всего. Глубже можно, так точнее сказать, ну, не строги, пытается, видите, а он 5 ампер, он должен запускаться при пяти и берите вам где-то примерно в 1 ампер, вот этот вот, а он, видите, сейчас он вышиб, сейчас вышиб, вот все вышибло. Ну, надо вскрыть, бывает такое, что засор глухой, вот здесь, в капиллярке, вот в этой, засорилась она, тонкая трубка, значит, и загнала сюда весь фреон, поджала клапан, и он не может осилить, вот, я не знаю пока что, то есть нужно вскрывать его и смотреть, то есть вскрыть вот это все, распаять, ну, вы откачаете все, выпьете, так сказать, вот, распаять его, и без фреона уже проверить, и проверить на продукт, если он будет работать, запустится. Ну, не клин, потому что клин, он просто вообще молчал бы, если бы кто-то подклинил его. Вот, сработал все, защита опять, снова на место еще, так что, значит, смотрите, ну, почему он навернулся, я не могу понять, вообще они такие, как будто атланты рабочие, ну, во-первых, он немножко большой все поставил, ну, я считаю, что сюда надо было ставить послабже. Кстати, он вам, даже фильтр, блин, не удалось поменять, когда менял компрессор, молодец, ну, молодец, ну, что я скажу, так, у него получается, так, где она, вот та пошла, сюда, и вот она, вот он, фильтр его, вот того компрессора, вот он, заводской, как стоял, когда меняешь, его нужно, этот компрессор, обязательно меняют фильтр, всегда, он стоит не так уж и много, не для того, чтобы экономить, он даже фильтр, он не переставил, он не распаял, не проверял капиллярку, вот она, капиллярка его идет, вот она, он, да, и ничего не трогал, и вот просто он перепаял, другой, и все. Ну, давайте мы сделаем так, мы сейчас очень просто сделаем, мы сейчас перережем ее, все равно, он у вас не работает, капиллярку, и мы посмотрим, если оттуда сейчас будет жидкий выходить прион, значит, у вас засорка пенярки, более того, мы сейчас можем повторно попробовать и заплатить компрессор, без этого, да, просто без приона, его все равно пускать, вот давайте посмотрим, сейчас, если отсюда пойдет, не безобразный, а жидкий прион, вот я перерезаю, то все, там, не жидкий, то есть говорит о том, что, скорее всего, засора нет, правда глухого, и он, скорее всего, не запустится, менять, скорее всего, компрессор, почему он сгорел, возможно, потому что он вот его поставил, не тот, по мощности, не стоять, здесь он стоять, сотый, здесь вот, да, эска, то, это ему родное, поэтому, скорее всего, да, межвитковый пробой от перегрева, он перегревался, он в натуру работает.